Всем привет! Сегодня я вам хочу показать макияж, который будет выполнен с помощью палетки осенней от MAC. Называется она Palace Pedigree. Это такие розово-бордово-сливово-серые тона. Отличная палетка для вечернего макияжа, для осеннего-зимнего холодного макияжа. В принципе, можно использовать и днем, кто не боится ярких насыщенных оттенков. И под нее я буду использовать вот такую помаду от Dior. Это помада из осенней коллекции Rouge Dior. Вот такая холодная розовая. Красивый такой оттеночек. На губах он достаточно насыщенный. В принципе, вот эту палетку отлично подходит. И в качестве румян я использую такой холодный оттенок розовый от Chanel. Это номер 64 Pink Explosion. Также это тон этой осени. Ну, и так начнем. На лицо у меня уже нанесена тональная основа от Lancôme Photogenique. Рассочетаю пудру от Guerlain. Бронзер Hool от Benefit. И так, начинаем макияж глаз. И наносим базу. База у меня от MAC Paint Pot. Тон Пентерли. Я наношу базу на все веко и на областью подброви. Так, база у нас нанесена. Теперь берем нашу палетку. Берем вот такую кисточку 235 от MAC. Берем вот этот светлый цвет, светло-розово-серый, сатиновый. Наносим от внутреннего уголка глаза до середины века. Хорошо заполняем все пространство века. Так, и на втором уголке. Вот этот цвет такой светло-светло-серый, с розовинкой, пыльно-розовым, можно так сказать. Так. Далее мы переворачиваем кисточку другой стороной и набираем вот этот розовый. Розовый цвет. Цвет увядший роз. И наносим уже на вторую половину века. Затем еще раз набираем этот светлый оттенок и сглаживаем переход, чтобы у нас не было резкого перехода. Наносим на второй глаз точно так же. Также на второй половину века. Затем опять берем светлый цвет и сглаживаем переход. Так. Затем мы берем кисточку растушевочную 217-я от Мак. И вот этот темно-сливого бордового шиммером оттеночек. Так. Набираем. И начинаем прокрашивать нашу складку. Выделяем уголок. Внешний уголок. У нас уже получается такая красивая глубина глаза. Внешний уголок. У нас уже получается такая красивая глубина глаза. Вот такие у нас получились глазки. Теперь мы берем кисть-карандаш, это MAC 219, ну или можете любую похожую взять. Набираем этот же оттенок сливого бордового шиммера, стряхиваем и подводим нижний объект до середины. И одновременно еще раз провисываем уголок. Так, и также второй. В MAC 219 кисточку мы набираем ее вот этот светлый цвет, светлый, который мы использовали на первую половину века. И выделяем уголок внутренний и доводим до середины века. Здесь растушевываем переход нашего темного оттенка сливового и наше вот этого пыльно-бело-светло-розового и также на втором глазу. Затем берем растушевочную писть, 217. Убираем опять этот светлый цвет, светло-розовый пыльный. И растушевываем наш переход, то есть там, где мы рисовали складочку. Одновременно используем как хайлайтер под брови. В принципе, можно оставить. Такой вариант. Но для вечернего макияжа можно немножко усилить внешние уголки. И для этого я набираю вот этот серый, темно-темный, такой темно-серый матовый холодный оттенок. Встряхиваю и рисую внешний уголок, усиливаю внешний уголок. Вниз мы его уже не будем использовать, так как это будет явный перебор. То есть здесь у нас уже есть бордовый цвет. Мы его используем только во внешние уголки. Здесь уже вы видите, что взгляд стал более ярким. Глаза у нас более яркие стали. Так, и еще раз чуть-чуть пройдемся для растушевки по линии вот этой, которая в складочке у нас, чтобы у нас не было чересчур резких переходов. Итак, наш макияж глаз почти готов. Можете посмотреть. Осталось нанести подводку и тушь. Устрахиваем подводку. Подводку я использую Artline от Lancome. Черная. И рисуем стрелочку, чуть-чуть ее вытягивая наверх. И осталось нанести тушь. Тушь я использую Yves Saint Laurent. Эффект на головных ресниц. И так вот такие у нас глазки получились. Осталось нанести, осталось, вернее, откорректировать наш макияж румянами и помадой. Итак, румяна. Итак, я использую румяна Chanel из осенней коллекции. Это номер 64 Pink Explosion. Они такие розовые, холодные. Как раз подходит хорошо к оттенку этих теней. Использую кисточку 168, мою любимую. Скошу, улыбаюсь. И наношу на яблочки. Так. И осталась у нас помада. Я подвожу губы карандашом от Chanel, номер 32, оттенок Pion. Так как помада у нас насыщенная, яркая, поэтому контур обязательно должен быть. Иначе это будет немножко неаккуратно и некрасиво смотреться. Так, контур нанесем. Я буду использовать помаду Oteur Rouge Dior номер 361 из осенней коллекции. Итак, вот такой получился у нас макияж. Еще раз ближе глаза, губы. Я думаю, что такой макияж отлично подойдет для вечера. Если выбрюнетка, то в принципе и в течение дня можно использовать этот макияж. Он не такой уж яркий. Достаточно, в принципе, и днем можно тоже. Так. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам понравилось. До свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует...